Я работаю на нашем предприятии на СССР с 2007 года. 17 сентября уже будет 16 лет. Работаю я на сегодняшний день ведущим специалистом сектора разработки МВИ. 40 специалистов акционерного общества «Сайенс Химпласт» в этом году были удостоены звания передовика производства. Одна из них – Валентина Александровна Рыбалка. Сегодня Валентина – высокого класса профессионал и занимается любимым делом. Хотя пришла в большую химию, не сразу. После окончания школы она закончила Зиминское училище, после которого немного поработала в торговле. Но довольно быстро поняла, что стоять за прилавком – не совсем ее дело. Поэтому поступила в Саянский химико-технологический техникум на специальность техник-технолог, которая окончила с отличием. По окончанию техникума они пригласили меня преподавателем спецпредметов. Я преподавала технологию основного органического синтеза, процессы, аппараты. Студенты у меня были разные. Были вечерники. В вечерних группах в основном учились те, кто работал на нашем предприятии, у кого не было образования. То есть у меня есть образование, у меня есть теория, но нет опыта. Скажу честно, первый урок с такими вот студентами было страшно. Хорошо, что у стола есть перегородка, и там не видно было, как трясутся мои коленки. Но им большое спасибо, они меня приняли как преподавателя. То есть мы с ними поработали замечательно. Они шли навстречу мне, я им давала теоретические знания, они мне подсказывали с практической части. Преподавательская деятельность Валентине нравилась, однако хотелось большего, хотелось практики. Принимать непосредственное участие в процессах, о которых она рассказывала студентам техникума. К тому же привлекала работа на таком химическом гиганте, как акционерное общество «Сайенс Химпласт». Тем более, что там трудились ее родители и будущий супруг. И вот 17 сентября 2007 года Валентина устроилась в лабораторию производства винилхлорида. Когда я пришла в лабораторию, удивил, не то что удивил, а вот, понимаете, глаза боятся, руки делают. Вот этот большой объем анализов. Если мы со студентами что-то делали в техникуме, это вот один, два анализа, один опыт какой-то, то здесь вот такой большой объем колбочек, то есть немного как-то было не по себе, а справлюсь ли я. Валентина не просто справилась. От лаборанта третьего разряда она доросла до инженера-лаборанта. Осваивая практическую деятельность, Валентина параллельно заочно училась в Иркутском техническом университете. Высшее образование дало толчок к профессиональному росту. Вообще коллектив замечательный в лаборатории винилхлорида. Я получила там очень такой большой объем знаний, опыта, практики. И вот меня заметила Татьяна Владимировна, начальник сектора в разработке методик выполнения измерений. Саула Татьяна Владимировна пригласила меня к себе работать старшим химиком. Я ей тогда сказала, что я не умею, много чего еще не умею. Она сказала, не бойся, коллектив у нас дружный, мы тебя всему научим, все расскажем, поделимся опытом. Вообще Татьяне Владимировне я очень благодарна. Она со мной поделилась очень большим опытом в работе. То, что мне сейчас помогает продолжать свою трудовую деятельность. Если в лаборатории производственной, ну, на предприятии, на производстве идет поток одних и тех же анализов, ну, то есть разные рабочие места, поток одних и тех же анализов, то здесь однообразной работы нет. Каждая анализируемая проба требует своего индивидуального подхода. И порой, чтобы выдать результаты анализа, требуется несколько раз повторить. И вот какого-то единого алгоритма в данной работе его нет, его даже не может быть. То есть производственный процесс, он идет, он не идет одинаково, он все равно где-то какие-то имеет температурные перепады, перепады по давлению. Ну, то есть даже отложения вроде бы с одного и того же оборудования, они чем-то схожи между собой, но они все равно разные. То есть здесь вот такая более индивидуальная работа. И у нас нет того, что мы вот в секторе взяли работу, и один человек работает. Нет, мы работаем сообща. То есть одна голова хорошо, две лучше, ну, а если три, это вообще замечательно. А если еще и сразу найдешь решение поставленной задачи, то это великое счастье. Ну, бывают такие моменты, когда что-то не получается при разработке методики или при проведении испытаний. Вот меня это порой огорчает. И стараешься найти выход такой, чтобы вот, ну, чтобы нас все похвалили, сказали, какие девчонки молодцы. Они нашли этот выход, они нашли решение данной задачи. Ну, мне очень приятно, когда частичка нашего труда, частичка нашей работы вложена в такое большое предприятие и дает положительные результаты. Вот это вот всегда радует. Вообще стараюсь всегда выполнять свою работу более четко, правильно, ну, чтобы самой было приятно посмотреть на выполненную работу и другим, чтобы было на пользу. Тем более при таком дружном коллективе, у нас очень дружный, хороший коллектив. Люди грамотные, с большим и хорошим опытом работы. С такими людьми всегда приятно работать. Валентина успешна в выбранном ею деле, но останавливаться на достигнутом ей не хочется. Она постоянно учится. Закончила еще президентскую программу управленческих кадров народного хозяйства Российской Федерации на базе Иркутского государственного университета. Полученные знания вообще дают также какой-то вот свой опыт, свое какое-то движение вперед, уже смотришь совсем другими глазами. Учиться надо всегда. У меня вообще несколько вот таких жизненных каких-то вот, не то что принципов. Все, что не делается, то к лучшему, и двигаться только вперед. То есть вот по последнему этому принципу двигаться только вперед, это каждый день. То есть если что-то не получается, все равно получится. И вот когда что-то не получается, или какие-то неприятности, они у всех бывают в жизни, я всегда как-то для себя вот говорю, и это все пройдет, выход всегда найдется. Сейчас в области активно развивается Ассоциация WorldSkills, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки. Уже несколько лет Саянский химик-технологический техникум становится площадкой для проведения чемпионата молодых профессионалов. Валентина Рубалко, как классного специалиста, пригласили принять в нем участие в качестве независимого эксперта по компетенции химический лабораторный анализ. Этот такой конкурс в принципе очень нужный, потому что те девушки, ребята, кто готовится к данному конкурсу, они приобретают при подготовке очень большие и хорошее знания. И вот участники и победители нашего вот такого конкурса, это с нашего техникума девушки, придя к нам на работу, они показывают уже более высокие профессиональные знания лаборанта. То есть их с ноля не приходится учить. Да, чему-то они учатся, то, чего не знали, но руки и голова работают замечательно. Вообще работать независимым экспертом, ну, кажется, вроде бы легко. Ничего подобного. Это вроде бы неделя работы, но это неделя, как будто бы ты за две отработал, потому что здесь нужна точность, нужно отследить всех участников. При возникновении каких-то спорных ситуаций, с моей стороны, как с независимого эксперта, нужно было уже какое-то решение, и я должна была отсмотреть всех участников, всех конкурсантов, которые принимали участие. Ну и объективное мнение вынести уже. Интересно посмотреть не только на своих земляков, студентов, саянсов, которые учатся в нашем техникуме, но и на гостей. Чему их учат, что они умеют, какие навыки они приобретают. После WorldSkills у нас проходили такие круглые столы, где мы уже делились мнением, опытом, какие-то замечания делали, что-то учесть просили. Конкурсы профессионального мастерства проводятся и на нашем предприятии. Ежегодно во всех подразделениях Акционерного общества «Сайенский пласт» проходят состязания на звание лучшего специалиста. Сектор разработки методик вычислений и измерений является организатором конкурса для лаборантов и инженеров-химиков. Каждый раз его специалисты придумывают интересные задания для конкурсантов. Наша лаборатория готовит практическую часть для проведения данного конкурса. Нашу практическую часть, прежде чем предоставить на сам конкурс, мы проверяем на наших лаборантах. Они вот такие у нас немного подопытные получаются. Мы проверяем на наших лаборантах, учитываем все минусы, плюсы, какие, что увидим, замечания, ошибки. Все это поправляем и данную методику мы предоставляем уже на конкурс лаборантов. С недавнего времени стали проводить жеребьевку по рабочим местам, более красочную, более яркую. Вообще стали мы это делать для того, чтобы в первую очередь поднять настроение и снять напряжение, потому что конкурс, он все равно вызывает напряжение участников. И вот чтобы им как-то немного расслабиться, и чтобы вот это волнение и стресс ушли, мы вот яркую жеребьевку проводим. Всем приятно. Когда спрашиваешь после конкурса конкурсантов, вам что больше понравилось? Ну, говорят, жеребьевка. Последняя наша жеребьевка была такая красочная, весенняя жеребьевка. Щелочной раствор, он имеет определенный окрас при добавлении различных индикаторов. И вот девушки добавляли индикаторы, брали колбочку, выбирали индикатор, добавляли туда. И у нас вот были такие красочные рабочие места. Желтые, зеленые, розовые. Да, у кого какой цвет получился, тот и встает по цветовой гамме на рабочее место. Когда конкурс закончился, сразу же мысль, первая мысль, которая пришла в голову, это, ну, а как же на следующий год-то их удивить? Ну, вроде бы, все уже тут, все красиво и ярко-красочно. Немного подумав, выход есть. Разглашать тайну уже не буду. В этом году у нас был такой небольшой мини-конкурс. Это из одного цилиндра нужно было пипеткой перенести раствор в другой цилиндр. Это навык, это практика умения держать пипетки в руках. То есть, вот они должны были, вот была поставлена задача 250 мл такого красивого, немного щелочного розового раствора перенести из одного цилиндра в другой пипеткой. Но при этом нельзя было проронить с пипетки ни единой капельки. И, то есть, вот и объем должен у них был быть именно 250-249 мл. То есть, каждый кап-кап, он уже отнимал эти баллы. А пипетка – это основной инструмент лаборанта. Любознательность, точность и скрупулезность – основные качества специалистов-химиков. Ну и, конечно, высокие профессиональные навыки. Глубокие знания химических методов анализа, таких как титриметрия, потенциометрия, спектрофотометрия, хроматография. А также практический опыт аналитических исследований, владение методиками, умение пользоваться лабораторным оборудованием, умение готовить растворы реактивов и стандартных образцов. Все это есть у передовика градообразующего предприятия «Валентины Рыбалка». О своей работе Валентина рассказывает увлеченно. Все, сделанное ею за годы, что она трудится на заводе, очень значимо и ценно не только для нее, но и для всего производства. За то время, которое работаю в секторе, я работаю с 2016 года, было выполнено очень много работ, разработан и пересмотрен методик. Самые последние работы, которые запомнились, отличаются, эта работа была в нашем секторе разработана методиком определения массовой доли основного вещества лауроил-хлориди. Мы разработали данную методику по заданию главного химика. А главный химик уже совместно с ведущим специалистом группы исследований Татьяной Михайловной Резниковой, они занимались разработкой сырья для нашего производства дилауроил-пероксида. У них были поставлены короткие сроки, и вот мы были, наш сектор, мы были им в помощь, то есть принимали такое небольшое участие. И уже когда были производственные испытания, что они сначала получили данное сырье в лабораторных условиях, мы с ними на подхвате были. То есть они нам говорили, что нужно делать, мы делали. И уже когда получили сырье в лабораторных испытаниях, ну, порадовались все вместе, и лабораторные испытания перенесли уже на производственные испытания. И вот Татьяна Михайловна приносила скорее суспензию, нам нужно было определить основное вещество, дилауроил-пероксида, она скорее приносила суспензию, все это быстрее фильтровали, сушили, потому что к утру нужны были уже, утром уже нужны были результаты основного вещества, получилось или нет. А на сегодняшний день мы работаем по заданию также главного химика нашего, уже работаем с гипохлоридом. Работа новая, свежая и интересная, но результатов пока еще нет. Будут результаты, это будет замечательно. Есть в профессиональной копилке Валентина Рыбалка и опыт участия в конференции по перспективам развития технологий и переработки углеводородов и минеральных ресурсов, которая проводится на базе Иркутского научно-исследовательского технического университета. Делится своим опытом с коллегами, с других предприятий. По ее словам, было весьма увлекательно. На данную конференцию приезжала с двумя темами. И очень приятно, что наши статьи по конференции опубликованы в сборниках материалов конференции. Принять участие в конференции это не просто вот ты приехал, о чем-то рассказал. На данной конференции мы же не только себя показываем, не только же наш сектор, нашу лабораторию, нашу работу. Мы в первую очередь лицо нашего предприятия. То есть мы делаем акцент на нашем предприятии, не просто, что там реклама, а мы показываем, что вот такие вот работы выполняются, и что мы не одни. Что на нашем предприятии очень много проходит какой-то научной работы, исследовательской работы, что не просто все это на потоке, а что наше предприятие развивается. То есть это лицо, это тоже ответственность, и большая ответственность, как ты себя покажешь. Работа, какой бы она ни была интересной для женщины, все-таки не так значима, насколько важна для нее семья. О своих родных людях Валентина рассказывает с большой теплотой, нежностью и гордостью. Мы с моим супругом работаем вместе на одном предприятии, практически бок о бок в десяти минутах ходьбы друг от друга. Сергей Николаевич, он работает начальником производства ПВХ, старшим технологом, периодически тоже подкидывает нам технические задания. Дома по работе практически мы стараемся не общаться, дома, нужно отдыхать. Работа – работа, а дом – дома. Мой семейный очаг, всегда стараюсь сделать, чтобы в нем было тепло, уютно. Отдыхать мы предпочитаем всегда вместе, с семьей. У нас двое замечательных мальчишек, старшему 19 лет, он поступил в РНИТУ, а младшему сыночку 10 лет, он в четвертом классе, ну, о будущей профессии он еще не думал и не думает. Ну, я думаю, рановато. И вот такой вот нашей семьей мы всегда ездим отдыхать вместе, а если еще отдыхаем в компании хороших друзей, еще и в большой дружной компании, то это вообще замечательно. В свободное время, как и многие жители нашей страны, занимаемся дачей. Больше всего на даче мне нравится садить цветочки. Я их очень люблю. Астрички, лилии. Больше всего люблю розы. У меня их очень много. Розы растут, цветут. Вся вот эта палитра цветов, когда август месяц, и когда вот расцветают еще и первые розы, они вдохновляют. Все уходит на задний план. Вообще, люблю все красивое, чтобы было яркое. Наша встреча с Валентиной Рыбалко была очень интересной, эмоциональной. В завершение разговора она сказала много добрых слов в адрес своих коллег, благодаря опыту которых она многому научилась и многого достигла. И все-таки, чтобы стать классным специалистом, самое главное, по словам Валентины, это свое собственное стремление и старание. Я много чему научилась в лаборатории винилхлорида у своих коллег, которые сейчас еще работают, которые уже ушли на пенсию, на заслуженный отдых. Много чему научила Татьяна Владимировна. Но и сама при этом читаю, учусь, внимательно смотрю за работой лаборантов. Вообще никогда не стыдно учиться у лаборанта, особенно опытного лаборанта. Вот придя старшим химиком, много чего не знала, чего не умела. И я подходила к лаборантам и просто наблюдала за ними, за их работой. То есть у них очень большой багаж знаний, опыта. Вообще наше предприятие, оно городообразующее. И мне приятно, что на данном предприятии частицы моих знаний, частицы моего труда вложены. И мне приятно работать с хорошими, опытными людьми. Субтитры создавал DimaTorzok